Кажется, что наоборот, детей выводить на улицу, это хорошо. Мучить это, когда они дома сидят с утра до вечера, вот это мучение. Да, это возраст просто такой, это переходный период, сейчас он всё не хочет, он отрицает, он пытается отобрать у Феды игрушки назло, она ему не нужна, но вот он специально что-то делает, просто это нужно преодолеть и к этому относиться более спокойно и с улыбкой, со смехом переделывать. Вот, например, они уже бегают по дому, играются и веселятся. Что посоветуете про беременность? Если у вас не получается долго забеременеть, то я вам искренне рекомендую вписаться к нам в детокс. Правда, у нас уже места закончились, но если вы мне напишите сейчас в директ, то мы вас включим в программу, которая начнётся завтра, потому что детокс очень круто очищает, эти девочки, которые долго не могут забеременеть, после нашего детокса все беременеют, вот это правда. Мне даже девочка одна написала, что, типа, Женя, там, знаете, прошло там чуть ли не год прошёл, а она мне пишет потом, Женя, я вот наконец-то могу вам признаться и рассказать, что пришла на ваш детокс только с той целью, что очень долго мы не могли забеременеть с мужем больше 5 лет. И после вашего детокса мне тест показал две полоски, но, конечно же, я это скрывала, никому не говорила, потому что, понимаете, когда человек не может забеременеть больше 5 лет, то для них это вот лучше промолчать, лучше не сказать, никому не говорить о своём счастье. Вот, и потом, когда она сбеременела, когда она родила малыша, она написала мне и порадовалась тем, что вот поблагодарила меня за то, что... За то, что... Так, я сейчас удалю, комментарии такие дурацкие. Вот, поблагодарила меня за то, что мы помогли ей. И это прекрасно, когда... Есть такая возможность, когда ты творишь чудо с помощью своих каких-то крутых программ. Три полоски бывает, к сожалению, не знаю, не видела. Вообще, делала тест только один раз в жизни, с первым своим ребёнком. И то я уже догадывала, что я беременна, просто мы хотели это сделать. В новогоднюю ночь мы с Сёмой уехали, будучи... Вот я узнала... Мы узнали, что будем... Что ждём Арсюшку, когда мы уехали в горы кататься на лыжах. Я была беременная, получается, уже, и мы взяли с собой тест. Сегодня листала фотографии, как раз нашла этот тест. И тест там показал 2-3 недели. Там прямо, знаете, прописано было там, сколько недель. Вот. И мы в новогоднюю ночь сделали тест и узнали, что у нас будет Арсюшка. Вот. По поводу детокса, по поводу всех вопросов, связанных с детоксом, пишите мне сейчас в директ. Я вам отвечу, потому что сегодня эфир не про детокс. Детокс-группу мы уже набрали. Кто хочет записаться, может мне написать. Я особо его не рекламирую, как вы видите. Мне это не надо. Это проект, который нужен людям, и они сами идут ко мне. Я поэтому особо его не рекламирую. Все знают, что лучший детокс уже не кривцовой. Все сами записываются, все сами приходят. Вот. Поэтому, если у вас будут вопросы, чтобы мы сейчас не занимали эфирное время, то просто вы можете мне написать в директ, и я подробно вам все расскажу. Расскажу, какие есть предложения, что вы можете купить, что вас ждет и тому подобное. Вот. А сегодня я бы хотела с вами поговорить по поводу воды. Да, воды. Будет ли еще детокс? В этом году детокса больше не будет. Поэтому, если вы хотите в Новый год войти обновленный, то это последний шанс. Потому что все уже перед Новым годом, не будет детокса. Но, если вы хотите потом, то в следующем году, конечно же, будет детокс. Я его никогда не буду закрывать. Я поняла, что этого делать не нужно, что он нужен людям. Мне очень много всегда пишут людей слова благодарности за эту потрясающую программу. Что ты думаешь о фруктоедении? Что я думаю о фруктоедении? Я думаю, что это прекрасно. Если вы живете где-нибудь на Бали, или где-нибудь в Таиланде, или где-нибудь в Мексике, это потрясающе, когда вы можете есть целыми днями фрукты. Потому что, в принципе, во фруктах содержится все необходимое. Фрукты, овощи. Этого достаточно будет для нашего рациона. Для вашего рациона. Есть люди, которые могут прожить много-много лет, только употребляя одни бананы. Но мы находимся в России. Мы находимся на севере. И, к сожалению, здесь фруктоедом... Короче, не знаю, как правильно называется, потому что я не люблю вот эти клише, сыроед, фрукторианец, потом праноед. Это столько всего вот этого попридумывали, что мне просто хочется по-русски все это говорить, что ты ешь, что ты не ешь, и все. Вот. И в России это невозможно делать. То есть, если вы хотите быть фруктоедом, то вам лучше поехать куда-то в Таиланд и жить там. И там вы сможете питаться так. Так. Это приставка как упрёк, поэтому, когда вы употребляете её «ну же, ждём» или «ты же обещала», «ты же мне сказал», если вы будете так общаться со своим мужчиной с приставкой «же», то ваши отношения будут в семье разрушаться и ухудшаться. И не только в семье, но и в любых отношениях. Потому что приставка «же», она сжирает. Вот. Если вы запомните, начнёте себя контролировать и перестанете употреблять эту «же», от слова «жопа», можно и так сказать, вот, то у вас очень сильно всё улучшится в семье. Что касается воды. Вода, звука нет. Возможно, звука нет у вас или у меня. Алё, алё. Слышно. Всё слышно. Что касается воды. Вода – это то вещество, без которого не может находиться наш организм. То есть нам всё время нужно, чтобы вода поступала в наше тело. Это, в принципе, логично, и все об этом знают, и я ни для кого не открыла Америку. Я сейчас просто расскажу разные истории по поводу воды. Кто-то что-то примет на заметку, кто-то что-то возьмёт. Например, я сталкивалась просто всегда с разными людьми, и мне всегда рассказывали какие-то истории, плюс я сама интересовалась водой, плюс я сама интересовалась, как сделать воду лучше. И одна из информаций – это было то, что вода впитывает всю информацию. То есть, вот, например, если вы покупаете воду в магазине «Окей», то она впитывает информацию этого магазина, она впитывает информацию людей, которые приходят в этот магазин. Вы понимаете, да, что люди, которые приходят, например, я не знаю, какие самые дешёвые магазины, вот просто мне накидайте, вот самые дешёвые магазины, чтобы я приводила пример. «Материшься?» Нет, я не матерюсь, вы знаете, я, мне кажется, уже взрослая девочка, и я считаю, что мат – это не очень симпатично и красиво. Иногда могу что-то в шутку сказать, чисто с юморком, вот, либо когда что-то прям очень эмоциональное, но в жизни не использую мат. Вот. Вот, например, «Монетка». Нет, лента – достаточно нормальный магазин, не знаю, я все свои студенческие годы ходила в ленту, и сейчас с удовольствием туда заезжаю, мне нравится этот магазин. Вот, мне кажется, что «Пятёрочка» лучше, чем «Магнит», а «Магазин Монетка» я даже не знаю, «Дикси», вот. Ну вот, да, например, возьмём «Дикси», потому что «Дикси» – это магазин, я не знаю, есть ли он в Москве, потому что я никогда его не видела, но в Санкт-Петербурге «Дикси» на каждом шагу. Вот, «Монетка» многие пишут. И вот в «Дикси» там ещё нормально, а вот, какой же «Магнит»? «Магнит», вот. Вот в «Магните» постоянно воняет. Вот я не знаю, несколько раз была в «Магните», и там так воняло, там просто невозможно находиться. И вот я однажды вычитала такую информацию, что покупая воду, например, в дешёвом магазине, вы домой приносите эту дешёвую энергию, вы домой приносите вот эти все проблемы людей, которые вот в этом дешёвом мире. Потому что туда ходят такие люди. Туда часто ходят алкаши, да, там покупают что-то, там какие-то очень бедные люди, или бомжи туда приходят за какой-то ерундой. Ну, это такие вот дешёвые, стрёмные магазины. И вот там вода, которая стоит, она память, у любой воды есть память. И вот она наполняется, насыщается этой всей информацией, всей этой информацией. И вот, знаете, она накапливает эту память. И что происходит? Вы начинаете пить эту воду, и она вас оседает. И эта вода вас несёт уже эту энергию, энергию этих людей. Вот есть вот такая информация. Вот. Потом смотрите дальше. Есть другая информация. Давайте я отключу сейчас пока комментарии, потому что выключить комментарии, они отвлекают и вас, и меня. Если это прямой эфир по теме, а у нас сейчас по теме, то те, кому не нужно, они просто не будут слушать и уйдут. Я не нацелена в прямом эфире держать толпы людей, потому что я люблю прямые эфиры информативные. То есть, если будет определённое количество людей смотреть и слушать меня внимательно, мне будет намного лучше, чем мы просто будем лясы точить и разговаривать ни о чём. Я считаю, что время своё нужно беречь. Всё, что самое драгоценное в нашем мире, это время, потому что время никогда ни за что не купить, не вернуть, не восстановить. То, что было секундой назад, мы уже никогда не вернём. Поэтому, если люди и ведут прямые эфиры, те же блогеры, эти прямые эфиры, на мой взгляд, должны полезны быть. Вот. Поэтому я хочу нести какую-то пользу в этот мир. Без пользы и так много всего. Поэтому, если вы хотите слушать про воду, то вы слушайте, и меня не перебивайте, так будет проще, потому что я отвлекаюсь на комментарии. Вот. И однажды я встретилась с мальчиком, который мне сказал, что мы там шли, с ним разговаривали, то есть, Сёмин был знакомый какой-то, и вот мы зашли в какой-то магазин, типа Азбука Вкуса, и он говорит, так, какая здесь самая дорогая вода? Ну, мы там искали воду самую дорогую. Естественно, самая дорогая вода, она всегда в стеклянной бутылке, потому что пластмасса, она даёт всякую химозу, она всё равно впитывается в бутылку. Стекло, оно ничего не даёт бутылке, то есть, воде оно так остаётся, вода остаётся как бы чистая, да, потому что оно находится в стекле. И вот самая дорогая вода, она находится в стекле, как раз таки. И этот мальчик выбирает воду, так долго, самую дорогую, там смотрит. Мы идём к Ассе, он покупает эту воду, я ему говорю, слушай, а зачем ты покупаешь воду? Ну, именно вот самую дорогую, что у тебя за пунктик такой, мне стало интересно. Он говорит, ты понимаешь, я, короче, решил прокачивать своё финансовое благополучие. И одна из информаций, которая мне пришла, это покупать самую дорогую воду, потому что самая дорогая вода, она делается там на лучших источниках, на лучших заводах, она обычно бутылки из стекла, и вот у неё совсем другая информация, она типа несёт дорогую информацию, когда я выпиваю, я энергетически становлюсь более успешным, более обеспеченным, и вообще, как бы, знаешь, если ты можешь себе позволить самую дорогую воду, то на твоём подсознании накручивается, что ты можешь себе позволить очень много всего. Вот. Вот такая вот интересная мне всё время приходила информация, она с разных сторон шла, кому интересно, можете ставить лайков побольше, чтобы я понимала, что вам интересно. И вот я понимала, что это интересные такие моменты, когда к тебе приходят люди и рассказывают всякие свои истории. Но когда мы голодали, мы тоже думали, вот, а как очистить воду, потому что в нашей воде очень много железа находится, металла и всего другого, что, в принципе, нашему организму не полезно и не нужно. И как вообще очищать эту воду, которая содержит какую-то информацию, да, в любом магазине есть негативные люди, позитивные люди, в любом магазине есть информация. Как же убирать эту информацию? И в какой-то момент мы нашли такой способ в стиле Поль Брега, может, кто-то читал его, книги «Чудо голодания». Кто такой Поль Брег? Я расскажу в двух словах. Это мужчина, который в 82, либо 84 года умер от того, что его накрыла волна, он катался на серфе, не справился на серфе с управлением, его накрыла волна, и он просто не справился и утонул. Чтобы вы понимали, 84 вроде, или 85 даже, вот сейчас уже не вспомню, давно читала. Этот человек, который был врач, медик, и он занимался голоданием. исцелял себя с помощью голодания, у него было интервальное голодание, у него было голодание, как я уже рассказывала, прямой эфир, кто был на моем прямом эфире по поводу голодания. Вот. Он вел прям людей, и они голодали по 40 дней, по нескольку месяцев, и вычищал все-все-все ненужное из их тела. И вот он как раз-таки рассказывал про воду, как ее правильно очищать, и как эту правильную воду заряжать, чтобы она была полезная и вкусная. И один из способов был, это чтобы вода полностью очистилась. Что нужно сделать, чтобы вода полностью очистилась? Она естественным образом должна заморозиться. Если вода 100% замораживается у нас, то она обнуляется, то есть она становится абсолютно чистая, и после этого вы можете делать с ней все, что захотите. То есть это супер чистая вода, которую вы настроите на себя, и можете загадать все, что захотите, и после этого выпить, и она избудется. Что нужно сделать? Берете, например, что можно взять? Кастрюлю. Берете кастрюлю, наливаете туда чистую воду, ставите в морозилку, где-то через час достаете из морозилки эту воду, может через два, в зависимости, как у вас морозит, и сверху покроется водичка, знаете, чем? Как пленкой такой, то есть льдом небольшим покроется. Вот эту пленку, вот этот лед весь нужно снять, потому что как раз таки сверху поднимается в первую очередь все плохое, все железо, вот это, все вот эти микроэлементы, которые нашему организму не нужны, и которые, ну, забивается организм вот этим всем, потому что перебор идет, вода же не самая чистая у нас всегда. Вот. И вот эту корку мы снимаем, после этого уже вода более чистая, очищенная, и мы ее замораживаем, мы полностью ее замораживаем. Потом, когда вода полностью заморозилась, вы можете ее достать и разморозить. Если вы знаете, то метод разморозки всегда любой, в любой, в приготовлении еды, вот женщины все знают, что если вы размораживаете мясо, то лучше всего мясо размораживать в холодильнике, то есть из морозилки мы, вот, например, вы с утра хотите что-то приготовить, там, или днем, вы с ночи кладете мясо в холодильник, и мясо в холодильнике размораживается, чтобы температура, перепад температуры был не настолько высокий, потому что в холодильнике обычно, ну, сколько, ну, 2-4 градуса, да, примерно, а в комнатной температуре у нас где-то 25-27 градусов, да, вот, ну, комнатная температура, обычно же тепло в квартире, вот, и поэтому правильная разморозка, там, рыбу вы размораживаете или что-то еще, сначала все кладется в холодильник, а потом уже оно спокойно, медленно тает и размораживается, и после этого вы уже достаете и кладете на кухню и начинаете готовить. С водой происходит то же самое, вы сначала достаете эту кастрюлю, кладете ее в холодильник, она у вас за ночь тает, и уже с утра свежая вода, ваша живая, натуральная, вы ее достаете, берете стакан, наливаете туда вашу воду и заряжаете ее. Кто знает, как заряжать воду, сейчас поставьте лайки, чтобы я понимала, что у меня здесь есть люди, которые когда-то уже заряжали воду и знают, что это такое. Давайте я включу даже вот сейчас комментарий, так будет правильнее включить запрос, включить комментарий. Вот. Напишите, пожалуйста, кто знает, как заряжать воду. Напишите мне, пожалуйста, мы сейчас узнаем, кто знает, как заряжать воду. Правильно. И я сейчас вам расскажу. Ну, что, никто не знает, как правильно заряжать воду? Ставить на записку. Красивая такая. Спасибо большое. Итак, кто знает, как заряжать воду? Правильно. Давайте напишите, я знаю, или кто не знает, как заряжать воду, напишите, я не знаю, чтобы я понимала, что вам нужно, и я тогда расскажу. Вот. Я не знаю, хочу узнать. Я не знаю. Нет, никто не знает, большая часть людей не знает. Вот. Одно время я очень часто заряжала воду. То есть, каждое утро вы можете зарядить воду на успех, на какую-то свою реализацию. Сейчас я подближе поставлю. Воду на успех, на какую-то реализацию. Для чего это нужно? Как я уже говорила, вода несет, воду можно зарядить, она несет огромный заряд. Наше тело состоит на 89% из воды. То есть, вода очень быстро проходит по всему нашему организму, и вы можете зарядиться. Что за бред? Если это бред, ну, вас же здесь никто не держит, правда, вы можете выйти и никогда не услышать то, как может зарядить вас вода. И просто быть неграмотной в этом вопросе. Если вы так считаете, то вас никто не держит. А если вы пришли сюда, то, возможно, для вас эта информация нужна, но вы сейчас настолько закрыты в этом мире и считаете как-то по-своему, это тоже право ваше, выбор ваш. Когда-то вы узнаете об этом, подумайте, почему я тогда не послушала эту девочку, которая мне говорила про воду. Я бы не потеряла два года своей жизни и была бы уже совершенно на другом уровне. Но я тогда и написала, что за бред, что за бред. Вот. В общем, смотрите, как мы заряжаем воду. Берете стакан воды, наливаете туда, наливаете туда водичку, ставите его перед собой. Можно до этого потереть ручки. Чтобы вы понимали, у каждого человека есть своя энергия. Энергия бывает положительная, энергия отрицательная бывает. Бывают люди, у которых мало энергии, бывают люди, у которых очень много энергии. Все зависит от того, в каком ресурсном состоянии вы находитесь. Об этом тоже можно говорить очень долго. Как мы теряем энергию, как мы находим энергию, от чего все это происходит и как постоянно быть в энергии. Потому что, если вы не в энергии, то вы постоянно злитесь, раздражаетесь, постоянно хотите спать. У вас в жизни много негатива, у вас что-то не получается. Это значит, что у вас просто мало энергии. Вот. Что мы делаем, значит? Мы берем стакан, наливаем туда водичку, дальше трем ручки и начинаем думать о чем-то прекрасном. Обычно я говорю, что это круто заряжает либо утром, когда вы просыпаетесь, натощак, вы делаете себе стакан воды, либо уже вечером перед сном. Я просто перед сном никогда воду не пью, потому что у меня генетически, если вот даже сейчас лучше всего, видите, если я вот так возьму, то я буду, у меня будет красивое, в принципе, лицо без мешков под глазами. Но вот в таком положении, когда свет падает неправильно, видно очень, что у меня есть мешки под глазами, это генетически. И вот если я буду пить перед сном воду, то у меня с утра будут опухшие глаза, поэтому я уже знаю эту фишку, я никогда перед сном не буду пить воду, чай гонять там или еще что-то делать. Я лучше не буду этого делать, чтобы быть с утра красивой. Если я это сделаю, то я стопудово буду с утра вот с такими вот опухшими глазами. То же самое с едой. Мне никогда нельзя перед сном есть. Мы все разные, но в основном по поводу питания и еды на ночь я вам могу сказать, что большая часть людей, кто ест на ночь, тот просыпается опухшим. Это отдельная история. Могу так, много воды ближе к делу. Вы знаете, а вы не будете смотреть этот эфир. Вот я вот так вот решила. Я вот не люблю, понимаете, когда ты чем-то делишься с людьми и делаешь это от души, тебя начинают торопить, что-то высказывают. Это вы пришли ко мне. Это нужно понимать. Я очень благодарна всем, кто пришел ко мне, кто слушает, кто самообщается. Но не нужно мне диктовать, что мне делать и как мне говорить. Так. Вот. О чем я говорила? Меня сбили. Вот я поэтому и не люблю включать комментарии, потому что они сбивают. Про энергию интересно. Да, про энергию интересно, потому что я сама очень часто занимаюсь этим вопросом, когда на тебя подписано огромное количество людей, люди могут забирать твою энергию очень легко. И поэтому нужно уметь и учиться не отдавать ее, учиться аккумулировать ее, учиться защищать себя, потому что есть как позитивные люди, так и негативные люди. Ты же не можешь как-то научиться, да, только чтобы у тебя, на тебя были все положительные люди, потому что мы живем в таком мире, тем более мы живем в такой стране. Вот. О чем-то я хотела рассказать, но я упустила этот момент. Ладно. Про еду на ночь. Да, вот. Про еду на ночь я говорила о том, что большей части людей не нужно есть на ночь. Это у меня отдельная история про то, как нужно питаться, какие продукты совмещать, как лучше есть, чтобы быть здоровой и красивой. Если вам интересно, то мы можем тоже провести целый прямой эфир на эту тему, и я подробно расскажу. И там как раз-таки говорится, что лучше всего после 7 вечера вообще не есть. То есть до 7 вечера вы едите, пьете, живете полноценной жизнью, но после 7 вечера лучше всего не есть. Почему? Потому что наш организм перестраивается уже на ночной режим. Я об этом очень подробно рассказываю у себя на детоксе. Вот. Он, значит, перестраивается на ночной режим. И обычно в 10, в 10.30 человеческий организм должен засыпать. И чтобы вы понимали, кто верит, что у нас есть ангелы-хранители, в это время как раз-таки в основном каждому из нас приходят ангелы-хранители, и они подпитывают вас энергией. Если вы в 10 или в 10.30 еще не ложитесь спать, то ангел-хранитель придет, а вы еще спать не легли. И энергии он вас не подпитает. Поэтому постарайтесь даже вот не просто не спать, а постарайтесь вот с 10 до 10.30 полежать в кроватке и отдохнуть. Если у вас есть такая возможность, или ребеночка укладывайте, просто расслабиться и отдохнуть, чтобы вы были в расслабленном легком состоянии, и ангел-хранитель мог к вам прийти и напитать вас энергией прана. Энергия прана это энергия жизни, энергия здоровья, энергия качественной жизни, энергия успеха. Вот. Я просто все это очень сильно люблю, все время интересуюсь новыми знаниями, все время интересуюсь, как усилить свою энергию. Вот. Ангел-хранитель всегда с крещенными людьми. Да, но у ангела-хранителя тоже есть свои дела. Вот. И у них много дел, как и у нас. У нас же в обычной жизни много дел. Почему вы считаете, что у них мало дел? И они вот целыми днями ходят с вами. Поверьте, у них очень много дел, и они иногда отходят от нас, иногда к нам возвращаются. Вот. Поэтому в каждом мире у людей здесь люди, там ангелы, есть еще мир другой, более темный, там тоже кто-то живет. И у всех есть дела. Вот. У всех есть дела. Поэтому они приходят к нам в определенный момент. И напитывают нас энергией. А если вы в это время никогда не спите и чувствуете, что вам не хватает энергии, то он просто приходит, а вас нет. Вот так вот. Да. Дальше. Про заряд воды. Короче, я на ночь никогда не делала заряд воды, потому что я не пью. Вот почему. Если у вас нет проблем с этим, и вы нормально пьете перед сном, то можете заряжать воду за следующий день. Если вам удобнее, как и мне с утра, то с утра берете стакан воды, наливаете, трете ручки, закрываете глаза и начинайте представлять сегодняшний день, как он должен пройти. Приведу пример. Например, у вас сегодня экзамен, вы студент, вот как раз сейчас уже, да, сейчас продадут новогодние каникулы, и дальше у студентов у всех начнутся сессии, экзамены. Я сама это переживала, очень всегда переживала и нервничала на этот счет. Как сделать так, чтобы ваш экзамен сдался на успешно, на хорошо, на какую-то суперкрутую оценку? Естественно, нужно к нему подготовиться, потому что только на одну воду надеяться не стоит. Должны быть какие-то знания. Но плюс, вы закрываете глаза, вот обволакиваете стакан, но в принципе не дотрагиваетесь до него. Вот представьте, вот стакан, а вот мои руки, да, они чуть-чуть, как бы рядышком со стаканом. И закрываете глаза и начинаете, что я заряжаю эту воду на сегодняшний успех, на моё благополучие, на то, чтобы я сдала экзамен на положительную оценку, либо на отлично, вот, чтобы у меня всё было хорошо, чтобы я ничего, чтобы я всё помнила, чтобы сегодня там успех был со мной. В общем, вы просто говорите, либо, например, у вас собеседование на работе, да, и вы говорите, чтобы собеседование прошло, чтобы я чувствовала себя уверенно и достойно, чтобы меня обязательно приняли на эту работу, я самый лучший сотрудник, и эта организация нуждается во мне. Просто вы заряжаете и говорите, можно говорить на здоровье. Вы даже, вот знаете, чувствуете, что у вас малыш начинает приболевать или ещё что-то, вы можете также зарядить эту воду и дать его выпить ребёнку. И ваш ребёнок обязательно поправится, если вы всё делаете с душой, если вы в это верите. Как вовремя включила ваш эфир. Да, мы сегодня рассказываем про воду. Кто пришёл попозже, вы можете потом, я эфир обязательно сохраню, вы сможете переслушать и послушать по поводу воды, потому что информации много и она очень полезная. Вот, и вы просто заряжаете воду, выпиваете её, и всё, и идёте довольны. Главное, вы это верите. И очень многими людьми, учёными доказано, что это так. Кто читал, сделан, да сделан, тоже считают, что воду нужно же заряжать. Так, вы потрясающие, спасибо большое. Так, я потом отвечу на все вопросы, сейчас я дорассказываю всё, что хотела рассказать. Ещё информация. Воды нужно пить много. Если вы не пьёте воду, потому что она вам кажется невкусной, это нормально, потому что вода не всегда бывает вкусная, иногда нам просто не нравится её много пить, что рекомендую я? Вы берёте с собой бутылку воды. Желательно, чтобы это была стеклянная бутылка, чтобы не было там пластмассы, никакой, ещё чего-то, потому что, как мы уже говорили в начале эфира, вода всё равно в себя эти все микроэлементики вбирает. Вот, и добавляете туда. В один день вы добавили туда лимона, во второй день вы добавили туда несколько ломтиков свежего имбиря, в третий день вы можете туда добавить пару ягод, даже вот просто у вас есть там замороженная с дачи, с деревни, от бабушки, там вишенка, или чёрная смородина, или клубничка, или малинка, несколько ягодок, просто добавляете, либо вы можете туда добавить огурец, да всё, что угодно на самом деле, даже мёд. Очень классно по утрам пить воду, добавлять ложечку мёда, всё это перемешивать и выпивать. Также, если сейчас время простуд, сейчас очень круто добивать, добивать, добавлять прополис. Если у вас нет аллергии на мёд, то вы можете употреблять прополис. Прополис продаётся в аптеках, есть даже специальные компании, мы заказывали в специальной компании, это простая такая водичка, капаете туда определённое количество капель, всё зависит от консистенции этого всего, поэтому нужно читать обязательно на упаковке. А где Семён? Семён пошёл гулять с Арсением. Вот. И прополис, он очень хорошо тонизирует, насыщает, наполняет. Если вы беременная, то тоже вам рекомендую попить прополис в эту холодную зиму. А зима реально обещает быть очень холодной. Вот. Поэтому добавляйте какие-то добавочки, и ваша вода всегда будет очень вкусная, очень приятная, и вам никогда не надоест её пить. То есть просто придумывайте что-то, и вам будет всегда нравиться то, что вы делаете. Добавляйте какую-то изюминку во всё, что вы делаете. Ещё что хочу добавить. Это уже не касается не воды, а вообще еды. Знали ли вы когда-нибудь такую информацию, что никогда нельзя готовить, если вы в плохом настроении? Ответьте мне сейчас, знали вы или нет, что никогда нельзя готовить, если вы в плохом настроении. Я даже не так, не так скажу. Если не вы в плохом настроении, а если женщина в плохом настроении, то нельзя никогда ей готовить пищу. Слышали ли вы о таком? А я пока помолчу минуту, пока вы будете отвечать. Слышали ли вы о таком, что когда женщина в плохом настроении, ей никогда нельзя готовить? Да, слышали. Нужно ли об этом рассказывать? Или вы в принципе знаете, и об этом не стоит рассказывать? Я не знала. Кто-то только присоединился. Нет, не знали вы. Окей, давайте я вам расскажу немножечко, почему и зачем это делать. У нас есть, как я говорила, энергия. Энергия бывает положительная, энергия бывает отрицательная. Отрицательная энергия, она творит иногда очень страшные вещи. И это нужно понимать. Положительная энергия творит иногда чудеса. Если вы о чем-то очень искренне мечтаете, и вы сейчас находитесь в положительной энергии, если вы находитесь в части, то может произойти с вами невероятные чудеса. Когда женщина в плохой энергии и начинает готовить еду, она передает эту энергию еде. Потому что еда, она готовится руками женщины. А женщина передает свою энергию руками. Вот. И когда энергия напитана плохой, ой, когда еда напитана плохой энергией, что происходит? Ее съедают ваши близкие, ваш муж, дети и тому подобное. А очень часто как происходит? Стоит она на кухне, намешивает суп какой-нибудь, варит и говорит, козел, ублюдок, снова меня взбесил, снова задержался. Понимаете, о чем я говорю? В общем, гоняет какие-то плохие мысли в своей голове. И что в этот момент происходит? Еда все это запоминает. И потом, когда приходит ваш муж и начинает есть эту еду, а в ней уже заряжено, что он козел и ублюдок, то он съедает и становится козлом и ублюдком. Понимаете? То есть, если вы будете постоянно готовить пищу и думать о том, что у вас успешный мужчина, самый лучший, самый вообще классный, что он все для вас в мире сделает, что он там заработает премию, еще что-то, и он это и будет делать. Понимаете? Он будет есть эту еду и приносить вам премию, приносить вам все блага, дарить подарки. И он будет сам не понимать, откуда это все, находится женщина, в таком энергетическом поле находится ее мужчина. Понимаете? Мама иногда при готовке и проклинать может. Вот об этом я и говорю. Вот об этом я и говорю. А потом получается... А потом получается страшное. Хорошо выглядишь. Спасибо большое. А потом получается страшное. Не слышно. звук пропал, звук пропал, звук пропал, звук пропал. Все слышно. Это, наверное, какие-то перепады. Уже все появилось. Спасибо большое за эфир. Да, спасибо вам. На самом деле буду с вами прощаться, потому что я очень много и очень громко, видимо, говорила, потому что я, когда что-то говорю, я всегда это делаю очень эмоционально, как умею, потому что я в это реально верю, в то, что всегда говорю. Это моя информация, с которой я живу. Привет из Екатеринбурга. Привет, дорогие мои. Я не взяла с собой воду, и я сейчас начинаю задыхаться. Вот, поэтому мы, наверное, с вами сегодня попрощаемся. Я там написала в сторис вопросы-ответы. Пожалуйста, зайдите мне, напишите, на какую тему вы бы еще хотели прямой эфир, и я с вами обязательно буду проводить, потому что я до этого вот делала вопрос-ответ, и там девчонки накидали, и вот была информация, что расскажи нам по воде, побольше информации дай. На самом деле у меня было больше информации, и я понимаю, сейчас перед вами сижу, и понимаю, что нужно в следующий раз записывать на бумажечке, то есть какие-то тезисы, чтобы до вас все донести, потому что я когда ходила, обдумывала, что вам рассказать, столько информации приходило, у меня же ее очень много, а сейчас просто, знаете, вот села, начала рассказывать, и что-то забыла. Поэтому очень круто, когда вебинаре, например, четкая презентация есть, и ты по презентации идешь, ничего не забываешь. Но я надеюсь, ну видите, я здесь чуть-чуть уходила в сторону, то в женскую энергию уйду, то еще куда-то уйду, но главное, что, в принципе, получился прямой эфир, очень полезным. Согласны со мной? Если согласны, то ставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Я с вами прощаюсь, желаю вам прекрасного воскресенья, если вы надумали, то можете присоединяться к нам, к детоксу, он стартует уже завтра, то есть сегодня ночью выйти красивыми, классными и все знать о воде. Там информация по поводу любого питания. Почему не нужно есть мясо? Зачем нам нужно на время там отказываться от рыбы, от яиц, вообще от животного белка? Для чего мы это делаем? Как почиститься? Как лучше забеременеть? Многое-многое другое. Все. Говорить реально не могу, ребятушки. Очень вас всех люблю. Все. Целую и обнимаю. До встречи в прямом эфире. Будем видеться с вами чаще и с пользой для нас обоих. Все. Пока-пока. Люблю. Субтитры сделал DimaTorzok